Это реальные итоги. Давайте посмотрим на события ушедшей недели и что после них в сухом остатке. А на этой неделе произошли следующие события. Королевский прием, Камчатский кречет и арабская джамбия. Владимир Путин сегодня находится с государственным визитом в Саудовскую Аравию. Уже подписано несколько важных документов, в том числе хартия сотрудничества производителей нефти. Приговоры только что завершились, но им предшествовал просто какой-то необычайный прием, необычайной красоты. Например, в Королевском дворце Владимира Путина его ауру встречала такая королевская конница. Всадники проводили президентский лимузин до парадного входа. Я расскажу вам немного, что само слово «рият» в переводе с арабского означает «сады». Когда-то сам город Рият был разбит именно на месте прежнего оазиса. Протекали здесь руслы рек, свели тропические сады. Но они сейчас, конечно же, высохли, эти реки, а сами сады остались только в королевской резиденции, которую бережнее охраняют этими сегодня красотами. Собственно, и полюбовался Владимир Путин. Королевская резиденция настолько огромная, что обойти ее пешком 84-летнему королю уже немного трудно. Поэтому своему гостю он предложил передвигаться на электрокаре. Между прочим, перед залом переговоров, куда и отправились оба лидера, Владимир Путин неожиданно обратил внимание на кинжал, который выглядывал из-под одежды арабского воина. Так вот, этот кинжал оказывается самый древний, самое древнее оружие. Он называется джам-бия. И мы две тысячи с половиной лет тому назад арабские воины пользовались. Сейчас он украшен такими огромными, такими красивыми драгоценностями. Сами ножны сделаны из золота. Владимир Путин это очень сильно оценил. И отметил, что саудовцы, в принципе, они как-то привержены традициями. И поблагодарил короля Сальмана за то, что вот этот курс, взятый на расширение партнерских отношений с Россией, держится. Ценим ваш личный вклад, Ваше Величество, в продвижение многопланового российско-саудовского взаимодействия. Результативным стал ваш первый в истории визит в Россию в октябре 2017 года. Достигнутые тогда договоренности успешно реализуются. В ходе переговоров рассмотрим основные аспекты двустороннего сотрудничества. Наметим планы на перспективу. Естественно, обменяемся мнениями по международной проблематике. Не обошлось сегодня без подарков. С собой Владимир Путин привез в королевство Камчатского кречета. Это такая разновидность соколов. Его разводят только на Камчатке. Сейчас птица занесена в Красную книгу. Так вот, самку, молодую самку по имени Альфа, так ее назвали в России, но наверняка здесь, в Саудовской Аравии, может быть и переименуют, но это не факт. Так вот, эта самка, она нафигирована на то, чтобы охотиться на более мелких птиц. Безусловно, саудовский король очень порадовался этому подарку и в ответ поднес Владимиру Путину национальную картину. Но помимо таких милых презентов, которыми стороны обменялись сегодня друг с другом, были подписаны и документы о сотрудничестве, всего 21. Один из них, кстати, касался того факта, что в скором времени саудовская компания будет строить в Амурской области целый завод по производству метанола, а также было подписано соглашение об упрощении визового режима для россиян. 15 октября Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР. Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после распуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в своем фейсбуке написала Дарья Алифер, пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы. По ее словам, для выполнения политического блока соглашений необходимо полное прекращение огня, обеспечение мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины, вывод вооруженных формирований, иностранных войск, военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Кроме этого, Киев настаивает на том, что на неподконтрольных территориях Донбасса должны работать Центральная избирательная комиссия Украины, действовать украинские политические партии, СМИ, иностранные наблюдатели. Также Киев должен контролировать российско-украинскую границу, добавила Алифер. Несмотря на то, что ополченцы трижды сообщали о готовности развести силы в районе Петровского и Золотого, а ответа от украинских силовиков не последовало, пресс-секретарь Кучмы обвинила ДНР и ЛНР в срыве отвода сил в Петровском и Золотом. Киевская сторона также подчеркнула необходимость демилитаризации населенных пунктов Кальмеусская, Новоазовск, Саханка и Кумачева Донецкой области, где должны были быть отведены тяжелые вооружения и техника. Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий. Установление перемирия, отвод сил. В первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе. Также нужно провести амнистию участников конфликта. Кроме того, в тексте соглашения отмечается, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Как пишут отдельные телеграм-каналы, все идет к тому, что встреча нормандской четверки может подвиснуть. Россия через советников президента Путина и Министерства иностранных дел четко дает понять, что нужно реальное разведение войск и никаких поблажить никому она делает не намеренно. Если для этого надо будет перенести на следующий год встречу нормандской четверки, Россия ее перенесет. Если надо будет дождаться смены канцлера Германии, будем ждать. Если надо будет включить дополнительные экономические тиски, Россия и включит. В конечном итоге Зеленский должен получить хороший урок. Давить на президента Путина бессмысленно. И он этот урок получит. Да, при этом пострадают граждане Украины, и к весне 2020 года экономика страны получит еще одну пробоину. Да, рейтинг Зеленского просядет, и потом ему будет тяжелее проводить решения через Раду. Но такова плата за наивность. Россия не будет жертвовать гуманитарными целями и не будет обсуждать претензии Украины на свою территорию Крым. А то, что по блажке Зеленскому делают Меркель и Макрон, это их внутреннее дело. Это вам надо договариваться с нами. У нас все хорошо и у нас не капает. Другие телеграм-каналы пишут вообще интересную версию. Наши источники, пишет этот телеграм-канал, в Кремле и офисе президента Украины, интересно, у кого есть такие источники, дают раскладку на ситуацию вокруг нормандской встречи. Сейчас наши политики и западные партнеры подняли ставки на максимальный уровень в борьбе за нормандскую встречу в ноябре. Уже используются все механизмы и инструменты. Подняли тему обсуждения Крыма в нормандском формате. Подняли тему санкций, что если Путин не пойдет на эти условия, то будут введены новые санкции. Россия при этом не спешит давать ответ, а Путин молчит и не комментирует эти выпады. Наш источник в Кремле сообщает, что обычно шантаж с Путиным не проходит, и пытаться играть с ним в блеф обычно заканчивается фиаско. Порошенко тоже пытался, в итоге вопросы не решил и проиграл все. Западные партнеры, как обычно, отойдут в сторону и оставят Украину с ее проблемами наедине. Путин сейчас будет выжидать, и в ближайшее время мы вряд ли увидим прогресс в организации нормандской встречи. Если Путина сейчас попытаются взять на слабо, то с этого ничего не выйдет. Также стоит обратить внимание, что если Путин пойдет на принцип, то даже его кум не сможет переубедить, как это было с Порошенко. Есть информация, что вся эта игра Украины и Запада согласована с АП Кремля на самом высоком уровне и является согласованным отвлечением внимания от подготовки разведения вооружения Украиной на Донбассе. Наш источник в офисе президента Украины сообщает, что внешне команда Зеленского блефует и нагнетает, повышая ставки, но в реальности готовится разводить вооружение и войска. Сейчас для этого делается ряд мероприятий. Гладковский и Пашинский входят в эту раскладку. Скорее всего, по внутренним каналам Кремль об этом уже оповещен, поэтому такое спокойное отношение Пескова к разным выпадам Украины, а Путин вообще это не замечает. Главное в этой ситуации не переиграть. Мне версия о согласованной игре партии мира в России и на Украине против партии войны в России и на Украине кажется очень интересной, потому что именно в эти дни партия войны активизировалась по всем фронтам. Я уже размещал на своем канале ролик, посвященный одному из выпадов этой партии войны. Борода сделал заявление о том, что Киев это город-предатели. Киевляне первыми с цветами будут встречать, ну получается, Бородая, когда он придет. На украинском ресурсе reply.ua.net появилась статейка, достаточно примечательная, заголовок которой звучит следующим образом. Бородай сказал, двоеточие, Киев это город-предатель. Киевляне первыми будут нас встречать с цветами на улицах, когда мы придем. И дальше идет краткое содержание интервью. Как передает reply.ua.net, в сети стремительно увеличиваются просмотры видео, на котором один из бывших главарей донецких боевиков, Александр Бородай, откровенно заявляет о двух очень важных моментах. Первый, формула Штанмайера никогда не будет реализована, потому что нет и не может быть точек соприкосновения по ключевым вопросам между Киевом и ЛДНР. Бородай подчеркнул, невозможно себе представить, что тот самый правый сектор будет участвовать в местных выборах на Донбассе, его никогда не будет в Донецке. Все же это понимают, только почему-то боятся это признать. Второй момент, Бородай отметил, что России не нужен один лишь Донбасс. Придет то время, когда Кремль заберет все пророссийские территории юго-востока Украины, включая Киев. Причем Бородай уверен, что киевляне окажутся самыми большими предателями и будут встречать российских солдат с цветами на улицах. Комментируя видео, блогер Юрий Тыщук отметил в своем блоге, люди, которые и до сих пор считают русских братским народом, никогда не поймут, о чем это видно. Они не могут найти в себе силы, чтобы преодолеть последствия русификации и отбросить информационное воздействие московской пропаганды. Они сами приближают себя и своих потомков, или к верной гибели, или к рабству. Меньше чем сто лет назад из-за подобных коллаборационистов миллионов украинских крестьян изморили голодом, а иногда и доводили до людоедства. К сожалению, немало людей не учат ни уроки истории, ни реальности за пределами собственного носа. Но элите, если это действительно элита, должна делать выводы из трагических уроков истории собственного народа. И дальше идет, собственно говоря, ютубовский кусочек этого интервью длительностью 4 минуты. Ну, если послушать сегодняшних киевских спикеров, тех, кто там разговаривает на разных каналах, то ощущение, что и в Киеве не хотят с нами жить. Это что значит? Что Киев относится вот к той бандеровской части? Нет, нет. Это не совсем так. Дело в том, что Киев это город интернациональный, космополитичный. Это город, который ненавидит вообще вся остальная Украина, по большому счету. Это такая специфика есть у этого города, на самом деле. И она абсолютно оправдана. Дело в том, что если говорить резко и жестко, то Киев это город предателей. Вот когда мы в Киев войдем, я вас уверяю, население Киева выставится вдоль киевских улиц с цветами и флагами. И будет махать и, кстати, подпрыгивать. И в воздух чепчики бросали. Я надеюсь, что это произойдет. Я надеюсь, что мы еще, Константин, мы вместе увидим эту прекрасную картину. Мне очень интересна система подчиненности, бородая и возглавляемой им структуры. Уже неоднократно вышло руководство России, и, в частности, министр иностранных дел, президент. Делали заявление, что военного решения по Украине нет. Недавно, навалдая в Сочи, Путин подтвердил вопрос, сказанный Погребинским о том, что хватит, пора прекращать очернять Украину в глазах российской аудитории. Пора менять информационную повестку дня. И знающие люди видят, что эта повестка уже меняется. Меня очень зацепили эти слова, потому что я знаю киевлян. Я был на Майдане, и я видел, как киевляне стояли в большинстве своем. Да, было навезено огромное количество людей из регионов, было огромное количество наемников, причем не только украинцев. Там были сербы, хорваты, прибалты. Там было огромное количество наемников, которые создавали картинку. Но киевляне стояли за Беркут, они стояли за сохранение конституции и законного порядка. И они отнюдь не предатели. У Киева вообще особая история. Киев это город, который в результате любой западной интервенции, а Майдан это западная интервенция, он всегда оказывается в оккупации. У Киева всегда судьба быть оккупированным городом, который защищает Москву. Люди и в прошлом веке, и в этом, живут в оккупации. И обвинять их в этом, это стравливать русских, тех, которые живут в оккупации, и русских москвичей, которые благодаря Киеву никогда не жили в оккупации. Киев защищает Москву. И вот это заявление Бородая, которое он сделал, и которое тиражируется нацистскими ресурсами, это пас, который якобы русские патриоты накидывают украинским националистам, потому что управляются из единого центра, для того, чтобы войны не было конца. И оскорблять киевлян, это работать в рамках этой прокси-войны. Напоминаю, я выпустил фильм о прокси-войне, он очень возмутил. И Бородая, и СДД, мне оттуда рассказывают люди. Но по большому счету, условная группа Хиллари через свою агентуру раздали доверенности. Очень шибко украинским националистам с той стороны, которые говорят слово в слово, как Бородай, в эту сторону. И людям типа Бородая, которые нагнетают и стравливают русских по обе стороны границы. Даже не по обе стороны линии разграничения. По-хорошему, Бородай должен был сказать о националистах, о территориальных батальонах. Нет. Поскольку доверенность от Хиллари он еще из рук не выпустил. Хотя Трамп Зеленскому навстречу сказал, что время этой доверенности закончилось. Бородай занимается стравливанием россиян с украинцами, с киевлянами, со столицей братского народа. И возникает вопрос. Если президент неоднократно говорил о том, что повестку информационную надо менять. И вместе с министром иностранных дел уже просто устал говорить, что военного решения украинского вопроса нет. Возникает вопрос. А Бородай работает в интересах какой страны, если верховный главнокомандующий для него не указ? Может быть надо спросить у компетентных органов относительно экстремизма, разжигания межнациональной розни и других статей уголовного кодекса относительно того, что экстремистки настроенные Бородай и его последователи, несмотря на указания верховного главнокомандующего, продолжают стравливать братский народ. Или вот еще один выпад партии войны, который на Яндекс.Дзене выглядит в виде такой статейки. В Москве огласили сценарий для Донбасса в случае невыполнения Киевом договоренностей. С заявлением выступил член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Ситуация на Украине совсем не становится лучше. А ведь у народа было столько надежды на нового президента. Если Зеленский не начнет действовать решительно и не поймет, что он должен действовать в интересах большей половины страны, а не 15% националистов, то его рейтинг будет потерян окончательно. В этом уверены все политические эксперты, как украинские, так и российские. Люди пока смотрят на все и отвечают, что Зеленский пытается что-то сделать, установить мир. Просто ему не дают это сделать националисты. Но ведь украинцы когда-то поймут, что на самом деле, если бы хотел, то сделал. Эту толпу нужно просто приструнить, чтобы поняла очевидные вещи, что на Украине живут не только они, но все остальные люди хотят мира. Но пока Зеленский ничего не предпринимает и спокойно смотрит на то, что патриоты не дают ему выполнить соглашение, которое подписала украинская сторона еще 1 октября. Разведение сил националистам все же сорвать удалось, и они никак на это не ответили. Таким образом, они только поймут, что могут дальше творить, что захотят, а Зеленский им все простит. Если ситуация в ближайшее время не поменяется, то Москва будет вынуждена идти на крайние меры и брать решение этого конфликта в свои руки. Признавать республики Донбасса. Оба-на! Нормально. А можно задать беспалько вопрос, а на основании каких нормативных документов признавать республики Донбасса? Или это отсебятина? Вводить туда свои войска. Опа! Еще одна песня «Путин веди войска». А на основании чего вводить войска? На основании участия в войне, то есть беспалько хочет сделать Россию стороной конфликта и защищать народ, который уже почти весь стал гражданами России. Ну, вообще-то, если опираться на референдум 11 мая, то там по референдуму республики – это территория всех областей. А сейчас республики – это отдельные районы этих областей. Вводить войска для чего? Для того, чтобы развязать полномасштабную войну между Россией и Украиной? А кто давал беспалько такие полномочия делать такие заявления? Или его пресс-секретари публикуют такие статьи? По мнению российской стороны, ой, какое громкое заявление, беспалько – это российская сторона, получается. Только ввод войск может навсегда закончить этот конфликт. Интересно. Потому что украинская сторона просто побоится стрелять в их сторону. Да что там стрелять? Даже просто смотреть побояться, потому что все знают, армия РФ – это не ЛДНР, и ответка будет такая, что обстрелы того не стоят. Только когда Донбасс будет под защитой РФ, обстрелы прекратятся, и конфликт тоже, констатировал беспалько в студии Вестей. Ну вот мы с вами видим товарища Беспалько, который и является ярым представителем партии войны, который в обход всех международных договоренностей продолжает старую песню «Путин веди войска», продолжает старую песню о том, что Россия – сторона конфликта и таким образом набрасывает паз украинским националистам для того, чтобы те активизировали свои обстрелы. И все это должно привести к срыву мирных договоренностей. Но я думаю, что у них ничего не получится. Мы даже сняли сцену сериала «Ветеран», чтобы объяснить партии войны в России, что у них ничего не получится. «Россия! Россия! Россия! Россия!» «Спасибо вам, что у нас все присоединились!» «Данную акцию мы хотим в Россию, мы увидели на днях в интернете. И сегодня с утра зародилась идея, почему бы не собрать всех наших активистов на театральной площади и не провести такую массовую акцию, тем самым показывая путь развития ЛНР. К нам приехали, опять же, наше территориальное отделение. Краснодон, Дровеньки, Стофанов, Аткоцит и так далее. И, опять же, мы же многомасштабный проект. И у нас имеются как ветераны, так и люди молодого возраста. Отклик, но есть идея? Хорошо? Как видели, на театральной площади все скандировали «Россия! Россия!», тем самым показывая, что им эта акция понравилась. Да, Андрей Николаевич, давайте только быстро, у меня пять минут. Виталий Александрович, я, честно, ни хрена не понимаю. С одной стороны, Киев и Донбасс подписали соглашение штанмэра, а с другой стороны, в Луганске, на центральной площади, флешмоб, мы хотим в Россию. Я понимаю так, что на площади в центре Луганска, без ведома высшего руководства, птица не пролетит. Это вообще что? В связи с тем, что Путин звонит Меркель, все договариваются о том, что формула штанмэра рабочая, нужно организовать отвод войск, нужно особый статус, а на выходе, это что, провокация? Андрей Николаевич, тамошние кураторы прекрасно все понимают и слушают и вас, и Громова. Ваша позиция, что Донбасс это часть Украины, а Украина это часть России, им и не нравится, они же там хорошо устроились. Война идет, бабки идут, а если она закончится, они там все потеряют. А интервью Бородая, Константину Малафееву, Киев это город предателей, это вообще что? Это для чего? Бородай даже в армии не служил. Какой он нахрен военный? Он вам, кстати, никого не напоминает? Посмотрите. Ну действительно, отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, никто, кроме них, так не отмечает свой праздник. Ну действительно, они это элитные войска, ВДВ, их не зря так называют. Ты будешь со мной, блядь, так разговаривать, блядь, и сейчас, блядь, получишь. Ну да. Быть русским в Москве очень легко, но я бы посмотрел, как Бородай вышел 9 мая на бессмертный полк в Киеве. Я себе даже такого не представляю. Ему же цветов никто не даст. А меж тем на Украине с партией войны происходят следующие события. В Киеве на это не отреагируют. Почему в США требуют признать украинский батальон АЗОВ террористической организации? Американский истеблишмент устал от Украины, и связанных с ней проблем, считают эксперты. Так они прокомментировали призыв группы членов Конгресса США к Госдепу признать украинский добровольческий полк АЗОВ террористической организации. В адресованной Майклу Помпео в открытом письме говорится, что данное вооруженное формирование – это ультра-националистическая группировка, а ее члены причастны к нарушениям прав человека и пыткам. Конгрессмены также напомнили, что террорист, убивший в Новой Зеландии 50 человек, проходил подготовку в лагерях АЗОВ. По мнению аналитиков, даже если в США признают эту группировку террористической, это не повлияет на отношение к ней украинских властей, поскольку Киев опасается идти на открытый конфликт с радикалами. Призыв американских конгрессменов признать украинский добровольческий полк АЗОВ террористической организации свидетельствует об усталости истеблишмента США от Украины, считают эксперты. В этом месте от себя могу добавить, что на самом деле это продолжение разговора Трампа с Зеленским о том, что доверенность на прокси – войну по доверенности. Когда украинские националисты разжигают войну с одной стороны, а с другой стороны очень рьяные русские патриоты точно так же, копейка в копейку разжигают войну, с другой стороны время этой доверенности истекло. И по всему миру всех участников условной группы Клинтон сейчас начнут щемить от Москвы до Вашингтона. Если кто не понял, то кто кому доктор? Это были реальные итоги недели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, давайте информационную повестку конкретизировать, делать ее более честной и давайте называть вещи своими именами.